Центральный каток Левобережья начал свою работу. На самом деле, обкатывать лед местная ребятня принялась уже недели за две до открытия. Официальный же старт зимним забавам был дан громко и торжественно, и даже мороз не помешал мальчишкам и девчонкам прибежать на праздник, захватив с собой коньки. Песни, танцы на льду и, конечно, встречи с Дедом Морозом. Вот так громко и весело открывается сегодня Левобережный каток. Настоящее спортивное событие для местных жителей. Это территория, стадион Магнитогорского педагогического колледжа. Некогда здесь кипели спортивные страсти, проходили соревнования, но затем в течение 40 лет поле было заброшено. В 2016 году по инициативе депутата городского собрания по 20-му избирательному округу Мариной Сергеевой стадиону была подарена вторая жизнь. Здесь залили лед и уже тогда решили, что эта территория станет центральным катком Левобережья. Мы собираемся где-то в сентябре. Вот ко мне Ольга Юрьевна и Леушканова выходят на связь и говорят, ну что, Марина Александровна, будем в этом году делать? Я говорю, ну конечно, жители просят. Действительно, детям это нужно. Сама впервые встала на лед в этом году и прекрасно на коньки хоккейные. Прекрасно понимаю, каков этот азарт вообще. Вот и хоккейный, и игровой, насколько это полезно с точки зрения здоровья. Поэтому, конечно, поддерживаем. И я надеюсь, ну пока я здесь депутат, это будет продолжаться. Устроить здесь каток было не так просто. Земля это федеральная, то есть все вопросы, включая расчистку поля, установку светильников и саму заливку, приходится решать через Москву. Марина Сергеева говорит, спасибо помощникам. Инициативу поддержали многие предприятия города, а также студенты и педагоги колледжа. По первому снегу подушка заливается все, мы с пожарной частью дружим. Они дают нам рукава, водоканал, пишем, расписываем письма, стеклофикации. Все это провели, освещение. Поддерживаем, ухаживаем, сами чистим. Скрипки приобрели все, вот так вот студентами. Много эмоций принес этот каток. Дети приходят сюда кататься каждый день, им это нравится, нам тоже как бы приятно. Каток пользуется огромным успехом у местной детворы, ведь на Левом берегу не так много спортивных объектов, а любителей зимних видов спорта немало. Этот лед им нужен как воздух. Чтобы было интересно зимой, чтобы было весело, с друзьями погулять здесь. Каждый день приходится? Ну, можно сказать. Я хотела покататься, потому что я только недавно встала на коньке, еще не умею кататься. Ну, все получается? Да. Лед хороший? Да. На площади в 250 квадратных метров есть место и для фигуристов, и для любителей хоккея. Ребята катаются здесь целыми днями, приходят сразу после школы и, расставив в портфеле вдоль бортов, начинают игру. Работать каток на Чкалово будет ежедневно с 6 утра и до 9 вечера всю зиму. И даже весной, пока лед не растает. Евгения Солохудинова, Алексей Абашин, телекомпания ТВ.